Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Привет, народ! С вами сегодня снова братья Пугач. Привет, Влад! Привет, Женчик! Мы сегодня с вами хотим поговорить о такой интересной теме про спасение утопающих. О чем мы это будем говорить? А будем все говорить о жителях юга нашей замечательной страны Израиль, а конкретно города Ашкелон. Всем привет! Я сегодня с моим любимым дорогим братиком в его замечательной студии. Но тут уже, к сожалению, тебя вынужден поправить. Это уже не только Ашкелон, а скоро будет вся страна. Да. Ну что ж, я к этому. Неотъемлемая традиция государства Израиль – это дожди. Дожди из ракет, осколок, всего того, что падает с неба, неприродно-растительного происхождения. Я немножко упомяну событие, которое случилось со мной несколько лет назад. До этой войны буквально пару лет прошло. Была война Шомер-Хомот – Страж Стен. Как пожарный спасатель я был на ней в Тель-Авиве. Я был очень рад одному моменту, и сейчас скажу почему. Но сейчас я вернусь еще дальше, еще один исторический аспект. Много лет назад мы с моей женой общались с одним моим товарищем, так просто на одну тему. И он тогда говорил. Была какая-то, честно, я даже не помню, какая была война. Ты прикинь, вот не помнишь, что-то вот столько их было. Прикинь парадокс. Даже на нашем веку сколько их было. И он сказал так. Ну что, ребята, как вы там, уже в Ашкелоне стали падать бомбы. Мы все посмотрели и сказали. И не знаю, может, через год будет в Ашдоде. Как это сейчас романтично и архаично звучит. Ну да. Представляете? А уже и в Тель-Авиве, и в Ришине. Ты меня передел? Извините. Настал Шумер Хомот. Я молодой пожарный. Ну, мы молоды. Знаете, у пожарных нет возраста, у них есть дата в паспорт. На которой нафиг никому не надо. Да. Мы сидим в Тель-Авиве, в Яфу, в моем подразделении. И стали падения. И я хорошо помню этот момент. Всех, как известно, чем город центральный, тем он левее. Почему тут в Израиле такой парадокс. Так охреневшие, обезумевшие центряки вдруг поняли, что это пришло в их дом. Они как сумасшедшие бегали, заскакивали под пожарные машины. Одни тянули прядься в парадные, другие тянули наоборот на открытое пространство. Они охренели от того, что это уже не в каком-то там далеком заштатном жди-роте или в Ашкелоне. Это здесь. Вот это здесь. И сейчас. Да. И этот момент я очень хорошо запомнил. Это было все страшное, это было непривычно, это было, ну, скажем так. Шок. Это, Женя, это ломало всю страну. Все поняли, что все. Что бежать больше некуда. И некак. Уже нету безопасных рынок. Нынешняя война. Я помню первый день, я помню падение в центре. Падение в Ашкелоне я даже не учитываю. Про них отдельно разговоры все будет вообще. Я думаю, будет, но позже. Это уже было, ну, даже некой не традицией, а ожидаемой традицией. Почему? Потому что все прекрасно понимали, что падать уже будет везде. Но, ребята, ни пожарные, ни спасатели, ни подводные летчики и морские танкисты ничего сделать не могут. Неотъемлемой частью социального пейзажа страны стали бомбоубежища. Но вот парадокс. В центральных регионах страны, кстати, в северных тоже, их от 45 до 65%. И не имею в виду, не беру в расчет новые дома, где они отстроены и уже вписаны в проект. Имею в виду дома, которым x плюс лет. Кстати, в том частном доме, где живу я, и где, ну, вот, живут все мои соседи, весь наш микрорайон. Ну, вот, довольно большой микрорайон. Города Шкелон, ничего себе. Их тоже нет. И вот я был вынужден его построить. Чтобы вы поняли ситуацию, ребята. Частный дом, люди, владелец частного дома, есть такая вот замечательная тенденция, достраивать комнату, этаж, расширение жилищных и социальных условий. Все нормально. За деньги, все, 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 все. Женя, если бы, вот я начну с того, что вы рассказали, что если бы я хотел бы достроить комнату, а не бомбоубежище, я бы это сделал в 20 раз дешевле. 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 И проще. Но пришел вопрос о строительстве бомбоубежища. Частного. Частного. И тут началось. Нам повезло, что трем городам страны была выпущена программа, такая вот от доброго правительства, что вместо ожидания разрешения от муниципалитета от 5 до 11 месяцев, ожидания. Ожидания. Дадут, не дадут. У вас есть облегченный вариант получения разрешения строительства в течение месяца. Поскольку так и так вы являетесь наиболее бомбящимся. Таким вот отрезком страны. Три города получили эту «поблажку» в кавычках. После трех войн. После трех войн. После статистики трех войн. Ашкелон, по-моему, офаким и нативод. Я могу ошибаться. Не суть важна. Ну, Ашкелон точно. Ашкелон, да. Нам еще сказали, что мы должны при этом радоваться и гордиться, поскольку все центральные и более это. Те, кто северный нас, мечтали бы получить это разрешение, как говорится, только так. То есть, чтобы вы поняли, если вы не являетесь жителем города Ашкелон, вы должны подать заявку, ждать до 11-12 месяцев, и вам могут сказать «да». Могут сказать «нет». Могут сказать «нет». И даже если вам говорят «да», вы должны все равно платить за это. Не-не-не-не. Еще не должны, Женя. Повторно подавать. Не важно, в конце концов, платить. Потом у вас поднимается орно на налог на землю. Подожди. Ты еще, Женщик, ты еще не дорос до этого. Я понимаю, но при этом местный совет еще будет на этом зарабатывать. А речь идет о личной безопасности. Скажем так, это то расширение жилплощади, которое, вернусь сначала нашему разговору, было вынужденным, а не какой-либо радостной добавкой. Вынужденным. Потому что, ребята, мой дом пострадал. Три соседских дома ушло в ноль. Тем более, ты в данный момент, когда построил эту комнату, ты, грубо говоря, лишился балкона. Да хрен с ним с балконом. Почему? Это понятно, что хрен с ним. Просто говорю, что у тебя был классный, большой, обалденный балкон. Да. Ты можешь строить, опять-таки, только в пределах своей площади. Не дай бог хоть миллиметр. Теперь все-таки давай продолжим. Давай, извини. Я теперь буду пытаться молчать. Все хорошо. У нас любовь такая. Нам можно. Нам можно. И тут началось. Представьте себе ситуацию, что они, вот, не такие вот хлопчики, как я, Женька, которые более-менее там понимают в строительстве, в электричестве, что в тех или иных вот просто бытовых прикладных моментах, в которых понимает нормальный мужик, а какая-нибудь пожилая пара или пожилая женщина, или там мать с ребенком, у которых, ну, которая не сильна в хозяйстве, начинает это строй. И тут пошли проблемы. Почему я о них рассказываю? Государство, скинув с барского плеча ускоренное разрешение в городе, в котором каждые 20 минут падали ракеты, не задумалось ни о каком, даже не субсидии, ни о какой программе суд, даже суд, которые люди обязаны были взять, поскольку себя защитить они не могли. А это дело не такое дешевое, что вы поняли? 200 тысяч, ребята. Шекелей? Да, 200 тысяч. Средняя, плюс-минус? Нет, Женя, раньше это стоило, когда от муниципалитета, минуя службу тылу, 100 тысяч, но это не просто 100 тысяч. 100 тысяч, но стоило на бумаге. Через год дорожали стройматериалы, потому что каждый год это повышение цен. Через год у тебя вот, что такое Израиль? У тебя есть сегодня, Женя, есть 100 тысяч. Через три года это уже не будет 100 тысяч. Их не покупательность, покупная способность будет гораздо меньше. Рухнет неимоверно. К сожалению, тенденция эта только развивается, укрупняется. Так вот. Ценовую политику государство не контролировало. Ни коим образом. Политику оплаты тоже. Контроль за строительством тоже нет. Говорит, что будет некий такой контролер, который проверит только качество бетона и то, который отправил сам Каблан и все. Большинство тех построек, что я видел, Женя, они были построены из говна и палок веником по забору. Хотя разрешение все дали. Да. За качеством там не сидел никто. А как так можно? А вот так. Честное слово, я очень мало видел бомбоубежищ, которые были построены. Они были по минимальным канонам и форматам. Назовем это так. Если ты хотел это делать более-менее по-человечески, ну, по-житейскому, по фэншую, ты за это доплачивал еще отдельно сам. Не считайте денег. За что? За то, чтобы был контролер? За то, чтобы это было все хорошо сделано. Если бы, например, у меня это дело доходило до того, что я был просто вынужден контролировать тех рабочих, которые там делали. То есть ты терял рабочее время? Да. Опять-таки, вы мне скажете, ну, это частное, это твое личное дело. Это может быть... Ребята, в стране неимоверно падает качество субподрядчиков-строителей. Пусть меня за эти слова засудят. Я готов поспорить с каждым. Оно падает. Ни один, и ни два, и ни пять, ни шесть случаев, а государство здесь не дает никакой социальной правовой поддержки ни в каких бытовых вопросах. Тебя нажарил техник по стиральным машинам, тебе хреново вставили окна, тебе покрасили комнату веником через говно, ты будешь судиться, доказывать, потеть и страдать. Здесь нет некой регуляции. Суды тянутся, но в то же время, если ты вышел с каким-то плакатом, тебя быстро найдут, как успокоить. Ну, хотя при этом не посадят в тюрьму. Пока. Пока. К чему я это говорю? Здесь проводится неимоверное количество демонстраций. Они были до войны. Это было то движение, которое развалило и раздробило армию, принципы и систему безопасности, и множество факторов, которые повлияли на разгром, раскол и деградацию страны, общества и социума. Я говорю это с полной ответственностью. Чем мы занимались до войны? Полной херней. Общество уже раздробилось. Непонятные забастовки, голосования, протесты. Законы. То есть делалось все, кроме бытовых проблем. И что получилось? Я вас более чем уверяю. Завтра к вам придет домой хреновый сантехник. Вы ему заплатите, он уйдет, вы не докажете его вину. Вы будете ходить, страдать, фотографировать и доказывать. Вы потеряете кучу денег, море пота и слез. Вам будет проще переплатить, чтобы вам починили. Какой выход? Выход? Переоценка ценностей смены векторов. Люди, если уже хотят идти голосовать, протестовать, жечь покрышки и прилюдно возмущаться, пускай они хотя бы делают за то, что их непосредственно касается. Ребята, нахера тут Биби, нахера там политика. Они между собой договорятся всегда. Будут, будем мы или мы не будем. Вернемся к бомбоубежищу. К чему я это сказал? Мне приходилось неоднократно пасти строителей. То есть я не говорю о том, что они были хорошие и плохие. Они были такие, как у всех. И я это говорю от лица тех моих знакомых, которые тоже так же само себя вынуждены были вести. Я был вынужден, прекрасно понимая, урезать жилплощадь, как сказал правильный Женя. Опять-таки, это мой личный мой, я мог его не строить, я не жалуюсь. Потому что я говорю это к тому, что даже если тебе это разрешили государство, и считай, что оно дало тебе некую такую поблажку. Да хрен с тобой, строй. При этом никак не участвую. Мне страшно подумать, что какая-нибудь там мать-одиночка, или пожилая пара, или люди, которые просто в силу своей занятости и жизненного пути, маломальски не разбираются в таких бытовых вопросах. Их же нажарят. Легко. Их же нажарят, и никто им не поможет. Вы зайдете в какую-нибудь... А им скажут, ну вы же уже построили. Да. Вы зайдете в какой-нибудь гараж автомобильный, вам хреново сделать машину, вы это сегодня не докажете. Я вас в это уверяю. Я это не говорю, потому что бы создать, нагнетать, или каким-то образом выделиться. Но давайте будем откровенными. В Израиле некоторые говорят, да мне проще переплатить, чем судиться и доказывать. Нет, само собой, что есть случаи, факторы, когда вопросы решались. И вопросы решались либо путем юридическим, либо путем административным. Но в большинстве случаев, к сожалению, в последнее время, Женя, не знаю, в 20-20 лет, такая тенденция, она все больше деградирует. Да, поэтому я не катаюсь там, где дешево. Я катаюсь там, где хорошо. Если будут какие-то проблемы или вопросы, я их решу прямо сразу и на месте, без каких-то там судов и прочего. Надо просто знать, куда ехать. Но, к сожалению, не все знают, к кому обратиться по той или иной проблеме, и как ее можно решить. И это тоже проблема страны. Почему я говорю страны? Государство не должно предоставлять услуги электриков, сантехников, сварщиков и механиков. А нужно предоставлять услуги контроля, учета и защиты прав потребителей. Само собой, что и защиты прав тех же самых рабочих, тех же электриков и сантехников. Но когда я вижу такую ситуацию, когда я вижу, что... Оставь, тут другая проблема. Ты даже не можешь оставить над этого сантехника плохой отзыв. Он тебя в суд подаст и выигрывает за то, что ты про него плохо говоришь. Сто процентов. И выхода я этому, честно говоря, не вижу. Страна маленькая. Я не говорю, что нужен тотальный контроль, что ты захажешь сантехником ставить оператора, адвоката, надсмотрщика. Нет. Но когда ты сталкиваешься с таким моментом, что за твои же деньги в маленькой стране, в стране хай-тека, где все должно быть компьютеризировано, где о каждом, по сути говоря, специалисте должны быть вот такие отзывы, включая номер у личного партбилета. Все боятся писать отзывы, потому что на него он легко подаст в суд. К чему я-то говорю, ребята? Чтобы вы поняли, вот такая вот ситуация случилась. Да, мы его построили. Но он уже стоил, в конце концов, не 200 тысяч, как было обещано. В процессе строительства начали повышаться цены, потому что стали расти стройматериалы. А когда ты подписываешь контракт, ты всегда учитываешь, в контракте есть такой пункт, что цена может измениться, если будет повышение цен на материалы. Или цена характерно закрывается, формируется на день заключения договора. Я не к тому это говорю. Слава богу, мы там этот вопрос разрулили. Но, чтобы вы поняли ситуацию, когда вот вы начинаете такое строительство, это было у моих знакомых, это было у моих друзей, это было у друзей друзей, знакомых знакомых. И у тебя? У меня. Что вы сталкиваетесь с неконтролируемым потоком непредвиденного. Как и в любой стройке, но тут еще круче. Да. И вы вынуждены смиряться с этой ситуацией. Так давайте все-таки как-то для себя подумаем и решим. Зато ли мы голосуем, зато ли мы протестуем. Я не знаю, какой здесь выход. Я ни к чему не призываю. Как говорится, не убивать, не дай бог, сантехников и не сжигать строителей. Нет, об этом разговора нет. Но надо пересмотреть, с моей точки зрения, опцию защиты прав потребителя. То есть даже, грубо говоря, я понимаю, что есть закон Лошонара и прочее, но чтобы хотя бы человек имел право оставить отзыв о том, кто пришел к нему и давал какую-то услугу, и его невозможно было преследовать законно. То есть дам пример. У нас есть замечательный закон про спам, что тебе не имеют права слать смс с рекламой. То есть ты можешь это отменить и слать не будут. Но, когда выборы, вот перед выборами любая партия может вас заваливать смсами. И по идее, с одной стороны, это нарушение закона, но есть поблажка. Я думаю, что здесь тоже можно сделать такую штуку, что человек может спокойно и прямо оставлять отзыв о том или ином профессионале, эксперте и прочее, хорошо ли он сделал работу или нет, и чтобы это не преследовалось законом. Это лично мое мнение. В связи с тобой, Женечка, и напоследок хотелось бы сказать следующее. Я призываю всех к одному. К открытому, официальному созданию социального некого полигона, где каждый, кто столкнулся как с хорошей работой, так и плохой, оставление координат и отзывов, чтобы рано или поздно сформировалась некая база тех по-настоящему хороших специалистов, к которым можно и нужно обращаться, и чтобы потихонечку отсеивались те, кому на этом рынке делать нечего. Надеюсь, это когда-нибудь случится. Спасибо вам.